Здравствуйте! В прямом эфире новости РТС. В студии работает Наталья Чудина. И в начале выпуска коротко о самых главных его темах. В Черемушках прошли траурные мероприятия в память 75 энергетиков, погибших в аварии на Сайна-Шушинской ГЭС. Хуже нет, когда родители хранят детей. Фельдшер одной из детских поликлиник Абакана задержан за развращение подростка прямо в стенах медучреждения. В Минздраве, Хакасии и следственных органах этот случай пока не комментируют. Человек-планеты. Паралимпиад Сергей Бурлаков рассказал абаканским школьникам, как не сломаться перед лицом беды. Ставьте космические, бомбические цели. Такие, которые, ну, чем больше людей будут крутить пальцем у виска, значит вы на правильном пути. Страсти по тарифам не утихают. Тема платы за потребленную электроэнергию для бизнеса по-прежнему не сходит с новостных лент Хакаси. Рост бытовой надбавки предприниматели считают непомерным. Неготование людей можно понять. При кабальных тарифных условиях уровень заработной платы у самих энергетиков в три раза выше среднего по региону. Новая система расчетов за потребленную электроэнергию в соответствии с законодательством вступила в силу с 1 июля. Чтобы понять, почему это ударило по карману бизнеса, необходимо разобраться, из чего в принципе формируется тариф. Начнем с генерации. Это различные ГЭС, атомные электростанции, ТЭЦ плюс альтернативные источники. К примеру, солнечные батареи. Далее электроэнергия поступает на оптовый рынок. Следующее звено – федеральная сетевая компания. Далее еще одна сетевая компания, к примеру, Абаканэнерго. Следом – подстанции и сети. И только потом – конечный потребитель. В нашем случае – малый бизнес. Но здесь надо учитывать уровни напряжения. Их четыре. От низкого до высокого. И у каждого – своя стоимость. Рассмотрим полярные значения. Тариф на низком напряжении – самый дорогой в его структуре. По закону 37,5% – это стоимость электроэнергии на оптовом рынке. Затем прибавляем услуги по передаче. Это более половины затрат. Далее – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика и платежи на оптовый рынок за услуги инфраструктурных организаций. Сейчас вспомним уроки физики средней школы. Чем выше напряжение, тем ниже сопротивление. А значит, меньше потери при передаче. Соответственно, конечный тариф при высоком напряжении – самый низкий. Если раньше наибольшее влияние на цену оказывал оптовый рынок, то теперь свои коррективы вносит так называемая эталонная методика. Когда все компании без учета их особенностей приводят к единому значению. Для крупных сбытовиков и их потребителей метод оказался выгодным. А вот у поставщиков с меньшим количеством клиентов возникли проблемы. Эта сбытовая надбавка поднялась в 6 раз. Это в 6 раз или в 600%. Вы можете себе такое представить? В 6 раз. А чего же вы не даете нам-то заработать малому бизнесу в 600%? При этом Владимир Пчелкин уверен, что во всем виноваты местные чиновники. Рост на 600% вызван не локально у нас, просто так регулятор захотел. А это проблема по всей территории Российской Федерации. Председатель Госкомитета уточняет. Изменения приняты на федеральном уровне. Энергетики стали брать с бизнеса максимально возможную плату, установленную законом. Он, к сожалению, пока допускает включать в тариф непомерный аппетит из бытовых компаний. В то же время именно с этих доходов фирмы начисляют своему руководству солидные заработные платы. Госкомитет ведет активную работу, чтобы этому противостоять. Однако решить проблему за один день невозможно. Чтобы изменить тарифно-балансовые решения, которые были приняты ранее, мне нужны основания. Этими основаниями могут быть судебные решения. Этими основаниями могут быть предписания федерального центра. Как бы мне нравилось это, как бы нам это не нравилось, но органы регулирования могут оценить тарифно-балансовые решения лишь на следующий период регулирования. Изменить ситуацию можно только одним способом – обратить на проблему внимание федерального центра. Предварительные результаты уже достигнуты. В Москве обещают провести необходимую корректировку системы эталонов. Поправку регионы ждут к осени. Также Госкомитет следит за работой предприятий и готов оспаривать их затраты в суде. В Хакасии в этот четверг масштабно отметят День государственного флага. Празднику посвятят концерт, который начнется 22 августа в 17 часов на Первомайской площади. В России этот день празднуется с 1994 года, но российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Законным автором признан Петр Первый. 20 января 1705 года он издал указ, согласно которому на торговых судах должны поднимать бело-синий-красный флаг. Сам начертал образец и определил количество и порядок горизонтальных полос. Рожденный вместе с первыми российскими военными кораблями, российский флаг до 19 века оставался принадлежностью к главным образом флотской культуры. Начало применения российского флага на суше связано с географическими открытиями русских мореплавателей. ДТП на Аскизской трассе в выходные унесло жизнь молодой девушке, а недалеко от Хакасии зафиксировали землетрясение. Подробности в хронике происшествий. Страшная авария произошла на трассе Абакан-Аскиз в минувшую субботу. Столкнулись сразу три автомобиля. Как сообщается общество Абакан-Инцидент, с трассы съехал ВАЗ. Очевидец-водитель Митсубиши остановился, включил аварийку и выставил знак. Через какое-то время в пикап на полном ходу врезалась еще одна машина. Девушка в ней погибла на месте. Других автолюбителей увезли на скорой. Сейчас полиция выясняет подробности произошедшего. Еще одна авария произошла на федеральной трассе Енисей вчера вечером. Лихач на иномарке нарушил правила обгона. Выехал на встречную полосу и столкнулся с Тойотой. От ударной волны ее водитель врезался во впереди идущий автомобиль. Все участники аварии получили травмы, ушибы и черепно-мозговую травму головы. Ведется следствие. Водолазы ищут пропавшего без вести. Мужчина сплавлялся на лодке по Енисею от Братского моста в направлении Абаканского речного порта. Однако с 12 августа с ним нет никакой связи. Спасатели спускались на дно уже три раза. Сообщают, что турист пока не найден. Поиски продолжаются. За прошедшие выходные в Хакасии зарегистрировано 4 пожара. Дважды причиной стало газовое оборудование. Первый инцидент произошел в Баграде. Газовый баллон загорелся из-за нарушения правил монтажа. Никто не пострадал, огонь потушили. А вот в столице республики взорвался туристический баллон. При взрыве девушка получила незначительные ожоги кисти. Кроме этого, огнеборцы выезжали на возгорание мусора. Рядом с Хакасией произошло землетрясение. Подземный толчок магнитудой в 3 балла зарегистрирован в воскресенье в Кемеровской области. По данным Алтая Саянской геофизической службы, толчок имеет техногенный характер и связан с интенсивными горными работами. Жителя Хакасии обвиняют в финансировании терроризма в Сирии. Мужчина перевел деньги родственнику. Надзорники предполагают на приобретение оружия и боеприпасов. По версии следствия, обвиняемый с целью оказания финансовой помощи своему родственнику перевел в Сирию более 40 тысяч рублей. Родственник, по данным прокуратуры, является членом Международной террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории России. Предполагается, что средства пошли на приобретение обмундирования, медикаментов и оружия. Мужчине за финансирование терроризма грозит до 10 лет лишения свободы. В Абакане возбуждено уголовное дело по факту развращения несовершеннолетнего подозреваемой фельдшер детской поликлиники. Случилось все днем на приеме. Молодой фельдшер закрылся в кабинете с 13-летним мальчиком. Когда прошло значительное количество времени, женщины в очереди начали стучать в дверь. Но медик не реагировал. Пришлось позвать на помощь других врачей. Только тогда мужчина открыл кабинет. Родители обратились к правоохранителям. Мальчик признался. Фельдшер трогал его неподобающим образом. В Минздраве Хакасии и следственных органах этот случай пока не комментируют. Но уже известно, что уголовное дело возбуждено, обвинение предъявлено. Мужчина задержан и находится под стражей. Расследование уже началось. Все обстоятельства дела выясняются. Это ужасающе. Это неприятная процедура. Нехорошо. Осуждаю. Была эпоха рыб до 2013 года. Иступила эпоха водолея. А в водолее всех больше извращенцев. У меня бы действительно костревого бы все-таки. За это наказывать надо. Садить и на хороший срок. Я не знаю. Убил бы, наверное. Судить надо. Судить и наказывать за это. Единственное. Прощать нельзя. Ни в коем случае. Само слово врач – это человек, который должен помогать людям. Тем более, если он пристает к ребенку, то, я не знаю, такого только врача надо гнать в шею. Ну, когда будет доказано, тогда скажу. Если вина фельдшера будет доказана, то максимальное наказание, которое ему может грозить – 8 лет лишения свободы. Мария Мишнина, Руслан Шалгинов, РТС. В эту среду, 21 августа, в Республиканском музейно-культурном центре стартует форум «Немалый бизнес». В течение двух дней будут работать различные площадки. Перед бизнес-сообществом Хакасии выступят признанные федеральные эксперты. Проведут мастер-классы и семинары. Среди них известный во всем мире бизнес-тренер Александр Левитас. Участники смогут не только почерпнуть полезные знания, но и пообщаться с лидерами финансово-экономического блока республики – Ириной Войновой и Николаем Евдокимовым. По новому закону только до 25 числа. Теперь ресурсники могут использовать для начисления данные приборов учетов, которые были сданы не позднее этой даты. Поэтому следует поторопиться с передачей показаний в конце июля. Вступило в силу постановление правительства, которое четко определило сроки для обработки абонентских данных. Энергетики обязаны руководствоваться только информацией, которую получили от потребителя с 1 по 25 число месяца. В августе 25-е выпадает на выходные. Ресурсники предлагают абонентам, которые не успеют передать данные приборов учета по телефону, воспользоваться личным кабинетом на сайте электроснабжающей компании. В минувшую субботу в Черемушках прошли траурные мероприятия в память погибших в аварии на Сайна-Шушенской ГЭС, произошедшей 10 лет назад. В поселке энергетиков провели панихиду, а на набережной появился сквер памяти. 10 лет спустя, но все так же 17 августа к постаменту с фотографиями погибших в аварии на Сайна-Шушенской ГЭС приносят цветы. 75 человеческих жизней уже не вернуть. Прошли годы, но у родных боль в душе не стихает. Хуже нет, когда родители хоронят детей. Спустя столько времени, вот вообще чего бы хотелось? Может быть, вот... Возврата и благоразумия некоторых товарищей, которые могли бы предотвратить, может быть, аварию. В очередную годовщину аварии в Черемушках открыли сквер памяти на набережной Енисея. В центре сквера – мемориальная композиция, сфера с именами погибших. Власти Хакасии и руководство Росгидро выразили соболезнования и поблагодарили спасателей и всех тех, кто работал на восстановлении ГЭС. Я считаю, что гибель наших коллег, они своими жизнями изменили отношение к безопасности энергообъектов, промышленной безопасности, изменили отношение общества в целом к вопросам безопасности. Мы помним, какая тогда была атмосфера. Все ждали большой беды, но, к счастью, благодаря общим усилиям, благодаря стараниям специалистов, благодаря поддержке со всей страны, со всей России, помощи, мы смогли это преодолеть. С первого дня после аварии власти Росгидро оказывали помощь пострадавшим и семьям погибших. Это единовременные выплаты, ежемесячные стипендии, погашенные кредиты. Для семей без жилья приобретены квартиры. Началась работа по развитию социальной инфраструктуры поселка Черемушки. Когда случилась авария, правительство обратило внимание на наш поселок, и вы видите, он стал расцветать. Благоустроили. Да, построили две школы прекрасные, набережную, сейчас куда пойдем, ДК отремонтировали, площадь сделали. ГЭС полностью модернизировали, заменили все 10 гидроагрегатов, силовые трансформаторы, построили новое распределительное устройство. В результате мощность Айна-Шушинская ГЭС возросла, а накануне 10-летней годовщины со дня аварии здесь запустили масштабное сооружение для сброса воды. Как не печально это осознавать, но именно авария на гидроэлектростанции и гибель людей послужила толчком для создания такого впечатляющего объекта. Береговой водосброс привлекает все больше внимания отдыхающих. Но вместе с тем стоит помнить, что за этой красотой стоит глубокий смысл и серьезная работа над ошибками. Сооружение снимает нагрузку с плотиной гидроэлектростанции, а значит и снижает риски для жизни работающих там людей. Катерина Ярушина, Руслан Шелгвинов, РТС. Вблизи Сайна-Шушинской ГЭС от моста до смотровой площадки появится набережная. Подрядная организация уже оформила место под дорожку, сейчас усиливает берег Енисея бетона. Это необходимо для того, чтобы отвесы не подмывались. Вдоль всей пешеходной полосы протянется ограждение. Место для отдыхающих выбрано удачно. Отсюда открываются замечательные виды водосброса и самой гидроэлектростанции. Но в отличие от набережной в поселке Черемушки, спуск в воде здесь будет запрещен. В Хакасии возбуждено уже несколько уголовных дел в отношении недобросовестных лесорубов. Люди берут в аренду лесные участки, но рубят не там, где положено и больше, чем разрешено. Куда уходит древесина, предстоит разбираться следователям. А вот проверками лесовосстановления занимается Минприроды Хакасии. Об итогах очередной ревизии расскажет Мария Мишнина. Тайгу рубят, а потом восстанавливают. Таковы правила лесозаготовки. Представители Минприроды Хакасии, общественники, экологи, журналисты проверяют, как арендаторы лесных участков выполняют условия договора. Сколько лесов вырубили, столько и должны восстановить. Общий объем заготовки 3600 по лиственному хозяйству и 2000 по хвойному хозяйству. Кубометров, да. Вырубаем мы где-то в год примерно процентов 65-70. Работа по восстановлению леса не из легких. За день два человека должны оселить целый гектар, несколько километров по тайге пешком в гору, по неровным и топким тропам, бок о бок с лесными обитателями. С собой тяжелое оборудование и 3000 саженцев. Вот эти посадили в прошлом году. Сейчас нужно посмотреть, как они прижились. На лесосеке на первой мы увидели отличную приживаемость. 85% приживаемости. Там был сделан уход уже химический. Будет еще делаться уход. И сегодня еще были приятно удивлены, побывав на другой лесосеке. И там как раз была береза из сосна, и посадили кедр. И он прижился отлично. Если через несколько лет из 3000 сеянцев останется хотя бы треть, это успех. Слишком уж уязвимый деревца перед естественным отбором. Восстанавливается природа и сама. Вот, например, малышня ясельного возраста. Этому сеянцу где-то года два. А здесь, смотрите, какой малыш. Семечка только-только проклюнулась. Семена прорастают только в тех местах, которые уже подготовлены для будущих посадок. И так, на этих делянках все по закону. Но, к сожалению, не всех лесорубов можно назвать добросовестными. Из 15 арендаторов треть нарушают условия договора. Ведь рубить можно только определенные деревья на строго обозначенном участке. С такими нарушителями Минприроды проводят беседы. Да иногда дело доходит до расторжения договора и крупных штрафов. Кроме того, нерадивым лесорубам может грозить и уголовная ответственность. Мы сейчас плотно ведем работу с правоохранительными органами. С МВД, ФСБ, прокуратурой. Значит, уже на проверки по рубке мы выезжали неоднократно. Во все места, куда мы выезжали, там есть нарушения. Не буду скрывать. И уже, значит, ведутся там дела заведены. Но это частные случаи. Есть проблемы куда серьезнее. Та же Таштыбская тайга. В прошлом месяце специалисты нашли здесь незаконные рубки и факты того, что хакасский лес вывозится в Китай. Этой проблемой сейчас занимаются на федеральном уровне. Как заявил глава Минприроды страны, Россия может полностью запретить вывоз леса в Китай. Это в том случае, если Пекин не станет совместно с Москвой решать проблему черных лесорубов. Сейчас в этом направлении идет совместная работа с китайской стороной, отметил министр. Что касается нашего региона, в ближайшее время пройдет еще несколько проверок лесопользователей. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС. Будущее не за горами. На одном из участков угольной компании «Суэк» запустили в работу два «Белаза» беспилотника. Полина Назарова посмотрела, как работают машины, в кабинах которых нет людей. На первый взгляд ничего необычного. Многотонный «Белаз» грузит породу. Уже догадались, чем отличаются эти машины от обычных. В них никого нет. Они полностью роботизированы. Теперь водители могут спокойно сидеть в кресле и наблюдать, как работает его железный боевой товарищ. Во-первых, участок сам накрыт специально выделенной связью беспроводной. Они находятся на постоянном контроле и видеоконтроле, и контроле системы. У системы есть серверная часть, вот сзади его центр управления сейчас. Он строит маршруты, он контролирует движение, контролирует встречный разъезд. Ну, соответственно, все операции, которые эти роботы выполняют, они заранее просчитаны и срабатывают по ситуации. Компания «Суэк» впервые запустила в работу машины-роботы. Аналогов просто нет. На вопрос, зачем отвечают, человеческий фактор, усталость, внимание никто не отменял. Иногда люди совершают ошибки, подвергая себя опасности. Теперь это исключено. В нештатной ситуации «БелАЗ» попросту остановится. Компания у нас в республике сегодня, она действительно лидирующая. И в сегменте вообще компанию «Суэк» России, она занимает ведущее место. Для нас, конечно, это большая гордость и радость, что именно новые технологии и первый пилотный проект на нашей родной Хакасской земле. Беспилотные «БелАЗы» могут перевезти на себе 130 тонн черного золота. Для них отведен специальный участок – 1350 метров, где сейчас они и работают без помощи человека. «Суэк» – это наш глобальный партнер. Мы много сотрудничаем, и почти вся техника, которая эксплуатируется в Суэке, это техника «БелАЗ». «Суэк» является инноватором во многих вещах, и мы совместно с ним эти инновации реализовываем. Мы первые поставляли сюда машину, поставляем с двигателем российского производства. Мы поставляем сюда первый роботизированный комплекс. Компания «Суэк» проводила испытания, сегодня продемонстрировала всю мощь широкой публики и коллегам-угольщикам. Автоматизированная работа – это потенциальный дальнейший рост темпов производства. Роботы «БелАЗы» могут работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без прерыва на обед. Контролируются они из центра управления, специалисты говорят. Бывшие водители смогут удаленно работать сразу на нескольких таких машинах вместо одной. «Я считаю, испытания прошли нормально. Ну, видите, машины ходят, грузятся и разгружаются на отвалах, никаких сбоев нет. То, что делается, это в России первое. Поэтому «Суэк» всегда занимается, будем говорить, перспективными мероприятиями». С течением лет водители самосвалов останутся на разрезе, но управлять большегрузами будут с компьютера. В планах «Суэк» пойти еще дальше, сделать полностью автоматизированный карьер. На днях разрез Черногорский отметил свой 60-й день рождения. Успешное испытание роботов – это одно из главных событий, приуроченных к юбилею. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС. Сегодня православные празднуют преображение Господней, или, как говорят в народе, «яблочный спас». Он относится к двунадесятым православным праздникам, важнейшим после Пасхи, связанным с событиями из жизни Христа и Пресвятой Дивы Марии. Также он называется вторым, или «яблочным спасом», поскольку в этот день освящаются яблоки, самый распространенный плотно Руси. До этого дня есть их не полагалось, как и другие фрукты и овощи, кроме огурцов. Как научиться верить в себя и добиваться поставленных целей, об этом школьникам Хакасия сегодня рассказал «Человек планеты». Паралимпиад Сергей Бурлаков приехал в республику в рамках проекта российского движения школьников «Классные встречи». Несмотря на то, что Матвею всего 7 лет, он уже уверенно держится на сцене. Это при том, что мальчуган почти не видит. Больше всего Матвейка любит петь веселые песни и играть на фортепиано. Сейчас всерьез задумывается освоить и саксофон. Это будет еще один шаг на пути к заветной цели. Моя мечта – это стать великим музыкантом и чтобы весь мир приходил на мои концерты. В том, что Матвей сможет блистать на сцене, нет сомнений. В этом уверен и Сергей Бурлаков. В свое время он доказал всему миру, что в жизни нет ничего невозможного. Сегодня паралимпиец приехал в Хакасию, чтобы убедить в этом и республиканских школьников. Ставьте космические, бомбические цели. Такие, которые… Ну, чем больше людей будут крутить пальцем у виска, значит, вы на правильном пути. Знаете почему? Потому что вы будете первыми, кто в этом направлении, вы единичный, знаете, такой товар будете, грубо говоря, который действительно, о котором будут говорить, писать и за которыми люди пойдут. Бурлаков стал известен всему миру после Нью-Йоркского марафона 2004 года. Первый спортсмен с четырехкратной ампутацией, который сумел преодолеть дистанцию в 42 километра 195 метров. Сила воли мужчины настолько потрясла общество, что его занесли в Международную книгу рекордов и окрестили Человеком планеты. Впрочем, этот марафон не стал последним в жизни Бурлакова. Сейчас он живет спортом и продолжает ставить рекорды в карате, атлетике, плавании. О многих достижениях и спортивных приключениях Паралимпиад сегодня рассказал и республиканским ребятишкам. А также постарался ответить на все их вопросы, даже далеко не детские. Об аварии, лишившей рук и ног, и о том, как сумел найти силы жить дальше. Впрочем, интересовали ребят и другие победы спортсмена. А как вы завоевывали сердце любимой девушки? Ой, женщины, как ее очаровали? Не я завоевывал, Маша. Это меня завоевывали. Это мне дали возможность быть рядом. Многие ребятишки признались, общение с Человеком планеты стало значимым событием в их жизни. Подарила надежду и открыла глаза на новые возможности. Я раньше занималась спортом, но после травмы, к сожалению, я закончила. И теперь, думаю, может заново начать. Мне запомнился девиз. Возможно, он станет моим девизом. С верой в Бога все в твоих руках, даже если их нет. Самый главный урок – это всегда добиваться своей цели. Что бы это ни стоило, как бы это сложно ни было. И я уже подумала, что я сделаю, когда приду домой, чтобы добиться своей цели. Мне очень все понравилось. Я прям, правда, замотивировалась. И хотелось бы еще больше таких встреч. Сергей Бурлаков настолько воодушевился общением с ребятами, что пообещал приехать еще раз. И заодно привести на память одну из своих медалей, чтобы она напоминала всем, в особенности таким ребятишкам, как Матвейка, что в жизни нет ничего невозможного. Виктория Титова, Дмитрий Парахин, РТС. Сегодня покажем Ромео Джульетту из Саиногорска, еще красоты Хакаси и малышей на сух в нашей рубрике в соцсети «Сегодня». Заряжайтесь позитивом вместе с нами. Романтику, как у Шекспира, хотите? Показываем. Саиногорск вечереет. А вот молодой человек не растерялся и решил сделать своей даме сердце приятное. Сорвать букет прямо с клумбы у музея. Поступок современного Ромео у жителей города Металлургов не оценили, а даже осудили. Саша Солнечная ходила на гору Типсей. В своем инстаграм девушка пишет, что наши красоты ничуть не уступают Байкалу или, скажем, Алтаю. Сопровождаются ее слова не менее эффектным роликом. В Хакасии живут моржики. Честно, ребята большой компании собрались и отправились в гости к соседям на Потрошилово. Несмотря на то, что ночами уже очень холодно, вода остыла, они бесстрашно кинулись прыгать с бревна. Говорят, ноги сводило. На Сашегэс до сих пор открыты шлюзы, водосбросы и сотни жителей Хакасии успели побывать здесь, посмотреть на редкое явление. А мы покажем, как это выглядит с высоты птичьего полета. Правда, осторожность никто не отменял. Это дорога Саиногорск-Черемушки. И вот что тут бывает. Бывал, наверное, тут только что. Все, он, пульная дорога проскакивает. А это сладкие малыши на сухе. Их засняли сотрудники Абаканского зоопарка и отметили, что с мамой всегда хорошо. Если вы стали свидетелями чего-то необычного и интересного, присылайте свои фото и видео в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру, указанному на экране. Спортсменка из Хакасии стала бронзовым призером первенства мира. Соревнования среди женщин первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров прошли в Эстонии в сборной команде. У страны успешно выступила Мария Тюмерекова из Хакасии. Она завоевала бронзовую медаль. Мария является воспитанницей спортивной школы Олимпийского резерва. Отмечу, что в прошлом году на мировом первенстве наша спортсменка также стала третьей. На этом у нас все новости. Удачи и до встречи в эфире.